Российские войска героически наступают назад, вглубь оккупированной территории. Истерика среди российских блогеров и кадыровцы, воюющие с сатанистами и ЛГБТ. Весь этот хит-парад абсурда под звуки клацающей мышки Путина, который проголосовал на стартовавших в России выборах. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости. Самая главная новость — контрнаступление вооруженных сил Украины на восточном направлении. Абсолютно эффективно идет контрнаступление как такое. Кадыровцы приезжают в Херсонскую область воевать с ЛГБТ. Мы с вами делаем все для того, чтобы на наших с вами улицах не было гей-парадов, чтобы наши дети не были частью ЛГБТ. Принц Чарльз теперь официально король Великобритании. God save the king! После важного дня, после десятков освобожденных сел и городов, вот что происходит на передовой. Это видео должны увидеть все. Пока вы подписываетесь на канал, одним нажатием клавиши, вторым нажатием ставите лайк на этом видео, мы начинаем. Контрнаступление на северо-востоке Украины, о котором мы говорили несколько дней, а судя по картам и новостям продолжается оно как минимум неделю. Уже привело к значительным успехам. На данный час Збройные силы Украины звільнили, взяли под контроль понад 30 населених пунктов в Харьковской области. В частине сел регионов триваются заходы с проверкой, обеспечением территории. Поступово беремо под контроль новые населени пункты. Всюду повертаемо украинский прапор и защит для всех наших граждан. Действительно, информация о наступлении подтверждается Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, но пока без каких-либо деталей. Абсолютно эффективно идет контрнаступление как такое. Украина крайне эффективно это делает, потому что мы имеем составляющую из трех элементов, состоящих в контратакте. Первое – это активное и интенсивное разрушение инфраструктуры логистической, имеется в виду снабжение российской армии. Второе – это разрушение путей доставки резервов и так далее. И третье – это множественное наступление разных направлений, когда в принципе российские оперативные службы, я имею в виду оперативно-тактические службы, не понимают, куда нужно отправлять резервы. Это как раз и создает вот эту атмосферу эффективного контрнаступления Украины. Но нет повода для паники. Все хорошо. Просто еще не начинали паниковать. Сейчас мы увидим эволюцию мысли одного гауляйтера на протяжении одного видео. Призываю всех сохранять спокойствие. Нет повода для паники. Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше упытки уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я просто не могу допустить гибели мирных людей. Поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий. Те поселки, которые находятся сейчас под обстрелом вооруженных формирований Украины, в скором будут освобождены. Обязательно будут освобождены. Уже начали освобождать. Собирая по крупицам информацию с российских пабликов, можно сделать вывод, что у них там все плохо. Да, приходится констатировать, что противника сдержать под Купянском не удалось. Вместе с резервами отошедшие подразделения занимают оборону по восточному берегу Оскола. В Изюме тоже дела неважные. А вот российский пропагандист Соловьев говорит, что все в порядке, потерь нет, все на своих местах. Водных отрядов Росгвардии под Волоховым яром бьются уже больше суток в полном окружении. Но я пишу своим друзьям в больших погонах, которые, ну, непосредственно которые имеют к этому отношение. И они говорят, мягко не соответствуют действительности. Все на месте трудятся, потерь нет. Еле с***ли. Только закончили перекидывать, блядь. Ребятам напередок. Ху** накрыли. Срисовали. В принципе, тактика знакомая. Только раньше нам говорили, что нас там нет, а теперь говорят, мы там есть. Все наоборот. Но написать или сказать в студии, это еще полбеды. Вот в Купинске еще пару недель назад россияне вот что говорили. Скоро начнем, отчистим процедуру, утвердим, начнем выдавать паспорта. Россия здесь навсегда. Спасите, спасите нам. Аплодисменты, пишите мамочки. А на самом деле получается, как обычно, совсем наоборот. Первое видео после освобождения, как утверждают пользователи сети, из Купинска. Будем следить за событиями. Информации так много и так много кадров мы приготовили для нашего телеграм-канала, что на него обязательно нужно подписаться. Ну, чтобы ничего не пропустить. Еще больше кадровцев прибывает в Херсонскую область. Окупанты усиливают представительство на юге. Генштаб ВСУ сообщает о 1300 кадровцев, которые прибыли в оккупированный район. По идее, это бойцы Росгвардии. А Росгвардия, как и сами кадровцы, не предназначены для наступления или введения боевых действий. В основном это удержание территории. Тикток войска, как то кажут, напевно, не тот объектив с собой взяли для съемок своих досягнень. Дуже далекобийные, потому что пока что держатся достаточно далеко, усведомляя силу нашего вогневого контроля, который расповсюджен полностью по правому берегу Дніпра и достает трошки левый берег. И они пытаются держаться так подальше, чтобы не потраплять в зону этого уражения. Просувание наших войск по линии Певденного фронта на разных делянках от двух до колька десятков километров. И в скором времени мы обязательно поведомим и те населенные пункты, которые радостно встречают наших бойцов. А сами кадыровцы тем временем описывают свои настоящие цели, свою миссию в Украине. Мы защищаем наше отечество от сатанистов, фашистов. Еще если мы параллельно с этим будем знать, что мы воюем за Бога, я считаю, что наш дух будет еще мощнее, еще сильнее. Мы с вами делаем все для того, чтобы на наших с вами улицах не было гей-парадов, чтобы наши дети не были частью ЛГБТ. Вот так как-то сатанисты и ЛГБТ, а это ведь почти сатанисты, главные враги. Ищут пожарные, ищет милиция. В Курской области России, в городе Суджа, неизвестные обстреляли блокпост Росгвардии. Так пишут российские медиа. Двое диверсантов нагазели, напали на Росгвардейцев. Одного ранили, он впоследствии скончался. Там объявлен план перехват, и в процессе выполнения этого плана оказалось, что диверсантов четверо. Поиски продолжаются, количество диверсантов увеличивается. В России тем временем стартуют выборы. Прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов 6 законодательных собраний, 12 советов административных центров субъектов федерации и выборы в органы местного самоуправления. Собираются заменить более 30 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Каждый регион выбирает сам до трех дней для голосования. Единым днем станет только 11 сентября, но дистанционно можно уже отдать свой голос. Путин, скорее всего, имитирует голосование, потому что своего ничего отдавать не может. Все. Голос учтен. Можно даже компьютер не включать. Следим и за этим процессом в нашем телеграм-канале. Карл Третий официально провозглашен королем Великобритании. Церемония прошла на заседании Совета по престолонаследию в Сент-Джеймском дворце в Лондоне. Принц теперь уже принц Уэльский Уильям и премьер-министр Ли Страсс среди других гостей и участников церемонии, которую, кстати, транслировали британские медиа. И это первый случай, когда заседания подобного органа попадают в прямой эфир. Итак, да здравствует король. На эту минуту у меня все. Спасибо, что вы с нами и поддерживаете ресурсы Нехта. Лайки, репосты и комментарии — это очень важно, и они помогают расширять нашу аудиторию. Кроме того, что нас с вами становится больше, это еще и означает, что больше людей узнают правду. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова